Реализация закона о полиции в Нефтекамске, как и по всей стране, началась с переделки вывесок. На сегодняшний момент сюда, в двери полиции города Нефтекамск, заходит всего один полицейский, начальный Крафик Хакимов. Только он пока прошел аттестацию и утвержден на должность начальника, с тем же званием полковника милиции. Все остальные сотрудники, теперь уже отдела внутренних дел Нефтекамский, до переаттестации находятся за штатом. Но не все нынешние милиционеры станут полицаями. В период реформы в Нефтекамске будет сокращено порядка 170 сотрудников. Такое сокращение отчасти связано с вхождением в состав Нефтекамского отдела внутренних дел, отдела Агидельского. В связи с тем, что Агидельская милиция становится одним из подразделений нашего отдела, общая штатная численность после реформирования предполагается 538 человек. Это получается на 170 человек меньше, чем было до начала реформирования, до начала сокращения. Значит, из этих 538 предполагается, что 53 единицы будут продолжать работать на территории Агидели в составе отделения милиции по городу Агидель. Что касается нового вида отделов и подразделений, то серьезные нововведения будут у сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Они будут объединены с участковыми и полномоченными и тоже серьезно сокращены по численности. Участковым также добавятся работы, так как будут реорганизованы поселковые отделения милиции, а также промзоны города. А вот в подразделении патрульно-постовой службы сокращение не намечается. Штат ППСников останется прежним – 130 человек. Серьезное сокращение планируется в рядах сотрудников госавтоинспекции. Отдел ГИБДД является одним из структурных подразделений нашего управления. Поэтому, естественно, реформирование и сокращение коснулось и этого подразделения тоже наравне со всеми остальными. Значит, в период реформирования эту службу действительно постигли серьезные изменения в плане сокращения личного состава. В первую очередь, это значительно коснулось отдельного взвода дорожно-патрульной службы, численность которого заметно снизится. Нагрузка на сотрудников, естественно, то же самое увеличится. Но требование времени, требование президента придется с этим мириться и учиться работать в новых условиях. Общий вертикаль власти будет выглядеть следующим образом. Полиция подразделяется на три группы, каждый из которых будет управлять один из заместителей начальника полиции. Это оперативно-розыскные части уголовного розыска и экономической безопасности, Центр кинологической службы. Следственное подразделение станет независимым и продолжит подчиняться напрямую начальнику ОВД. Полина Сюткина, Ренат Юмакаев. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова